Привет, друзья! С вами, как всегда, Дмитрий. Те из вас, кто интересуется темой, наверное, заметили, что Nintendo DS на Avito в последнее время довольно сильно подорожали, и теперь нормальную консоль в рабочем состоянии можно найти в среднем от 3000 рублей. Поэтому я решил поставить эксперимент. Я порылся на Алиэкспрессе и нашел там, неожиданно, самую дешевую Nintendo DS. Но самую дешевую именно в рамках Алиэкспресса. То есть она там стоит в лоте примерно 2500 рублей. Но с доставкой вышло ровно 3000, поэтому это будет вдвойне интересно посмотреть, что мы получим за 3000 рублей с Алиэкспресса, в то время как могли на Avito заказать, в принципе, то же самое и получить, не знаю, возможно, лучшего, возможно, худшего качества консоль. Вот сейчас мы все и узнаем. Итак, эта консоль приехала ко мне с Алиэкспресса в постамат Цяйняо. Они недавно у нас открылись. И, в общем-то, ехала она недели три, наверное. Ну, в целом нормально. Приехала она в такой вот коробочке. Пока я ее открывал только, чтобы проверить работоспособность. Я никак ее не тестировал, поэтому сейчас вот все при открытии будет очень реалистично. Так оно и лежало, поверьте мне. В общем-то, коробка довольно достойная. Особо не помялась только в уголках. Так что все, в принципе, доехало. В целом, сразу же нас встречают такой приятный бонус. Это наклейки на экраны. Я такое не очень люблю, особенно на Nintendo DS. Тем более первые модели, где подсветка вообще так себе. Поэтому я, наверное, клеить не буду их. Но за бонус, конечно, спасибо. Не часто такое кладут, когда заказываешь с того же Авито. Зарядник. Разумеется, не оригинальный, с какой-то лампочкой. Но с правильным штекером. То есть, у Nintendo DS вместе с GBSP был один и тот же проприетарный штекер. И, в общем-то, так он и выглядел. Ну, зарядник рабочий. Спасибо большое, что положили. Ну, и самое интересное, конечно, это сама консоль. Ну, она не то, чтобы прямо шибко, безопасно упакована. Но ничего с ней в дороге не случилось. Нигде она не треснула. Так что, видимо, все нормально. Что же, давайте уберем все упаковки и посмотрим, что мы получаем примерно за 3000 рублей с Алиэкспресса. Еще раз повторюсь, это вообще самая дешевая Nintendo DS, которую можно было найти на Алиэкспрессе в тот момент, когда я ее заказывал. То есть, мне вообще было без разницы, какую консоль выбрать. Либо DS FAT это будет, либо DS Lite. Я искал специально самую дешевую, просто ради интереса. Поэтому, в общем-то, очень интересно, что мы сейчас увидим. Ну, даже не переворачивая ее никуда, уже заметны какие-то отметенные помарки на корпусе. Немножко кривая надпись Nintendo. В оригинале, я помню, были все буквы ровно. Здесь как-то они пляшут немножко. Ну, ладно. Ничего страшного. Переворачиваем консоль и сразу видим какую-то щель. Щель, идущую по верхней половине. Ну, ладно. В общем, уже понятно, что это новый китайский корпус. Разумеется, это типа как бы восстановленная DS. На Алике только такие и продают. То есть, берут начинку от какой-то старой потрепанной DS и ставят ее в новый корпус. Ну, пластик ощущается, конечно, более дешевым. Вот я это точно вам по памяти могу сказать. То есть, он какой-то не такой приятный. Но это все мелочи, в принципе. За такие деньги давайте лучше посмотрим, насколько хорошо она работать будет. Но перед этим все-таки осмотримся повнимательнее. В слоте для игр ГБА заметно, что там очень грязно. То есть, реально, я когда ее доставал, чтобы проверить, я прямо офигел. Там было еще больше грязи, чем вы видите. То есть, вы видите там несколько каких-то крошек, каких-то пятен. Что-то там прилипло. А было еще больше. То есть, мне пришлось там подуть. Разъем для зарядки, в принципе, не изуродованный, как часто бывает на DS, как с Алиэкспресса. Да, да, я ознакомился с материалом. Слот для игр Nintendo DS чуть в более хорошем состоянии. Однако, вот на самой металлической пластинке, которая внизу, вам, конечно, не очень это видно. Но она тоже весьма грязная. Но это ничего страшного. Главное, что контакты здесь хотя бы чистые. Стилус на месте. Стилус на месте. Классическая DS-овская зубочистка. Здесь ничего особенного. Вот эти вот ножки, они, по идее, должны быть резиновыми. На оригинальной они были резиновыми. Чтобы консоль не скользила, когда на стол вы ее кладете. Здесь они пластиковые, а здесь их вообще нет почему-то. Ну, ладно. Как бы тоже ничего особо страшного. Вот даже наклеили наклейку. Такую опознавательную. Это, конечно, явно новодел. Но круто, спасибо за мелочь. Даже вот гарантийная пломба какая-то стоит на отсеке с аккумулятором. То есть, да, действует какая-то там гарантия. Ну, стандартная, алиэкспрессовская, по-моему, 90 дней там. Кстати, если что, ссылка на эту консоль будет в описании. Но покупайте на свой страх и риск. Но давайте сначала я вам расскажу, что вы получите за эти деньги. Тут у нас слот под наушники. Ничего необычного. Громкость. Здесь все нормально. Ну, я думаю, можно открывать ее. И первое, что я заметил, когда открывал, то, что она не с щелчком открывается. То есть, оригинальная консоль прямо с таким очень сильным щелчком здесь фиксировалась. И вообще не болталась. То есть, это было удивительно. Обычно-то все раскладушки у Нинтендо дико люфтят в той или иной степени. Но вот Нинтендо Диэс, она не люфтила у меня вообще, когда была оригинальная. А в этом новом корпусе, ну, вы видите, что люфт как бы есть все равно. Да, больше вы тоже можете открыть, как и в оригинале. То есть, здесь, в принципе, все ок. Вот только с люфтом придется смириться. Он здесь довольно, кстати, сильный. Да, не очень приятно. Ну, и когда вы закрываете консоль, тоже щелчка никакого нет. Хотя в оригинале он был. И она довольно жестко фиксировалась. Тоже в закрытом положении. Здесь же у нас она пролисает. То есть, шарниры, похоже, тоже были заменены. Либо это как-то их смущает китайский корпус. Поэтому они не работают так, как должны. В общем, ладно. Ну, с этим всем пока жить можно. Давайте содрем эту защитную наклейку. Кстати, спасибо большое, что наклеили. Люблю такие штуки сдирать. Я думаю, любой из вас тоже любит. Красотища. Разумеется, здесь тоже новый протектор стоит. Ну, экран довольно чистенький. Только вот какая-то там пылинка. Вот вы видите, она блестит сейчас. Да. Да. Ну, ладно. В общем, нижний экран. Вот с ним все нормально. Он действительно весь чистый. Перед тем, как включить консоль, расскажу немножко про качество кнопок. Ну, оно мне нравится. Оно примерно такое же, как в оригинале. Только кнопки, по-моему, чуть-чуть помягче. И, возможно, даже чуть получше ощущаются. Я не знаю. По кнопкам все топ, все классно. Крестовина кликающая, как я люблю. Вы это знаете, если смотрите мой канал. Кнопки тоже кликают, но при этом они довольно мягкие. Мне нравится, в общем-то. По кнопкам претензий нет. Разве что претензия есть, опять же, к корпусу. Ну, что ж такое? Почему нельзя было нормально сделать дырки? Почему они с какими-то заусенцами, какие-то кривые все? Именно дырки под кнопки я имею в виду. Ну, вот что это такое? Со стороны крестовины все более-менее норм. Ладно. Кстати, надпись Nintendo DS на оригинале была серебряного цвета, а не черного. В остальном все такое же, как и на оригинале, в общем-то. Кстати, если вам интересно, где мой оригинал. В общем, у него почему-то перегорел шлейф верхнего экрана. Возможно, я случайно его сжег. Хотя не представляю, если честно, как я мог это сделать. В общем, из-за этого консоль не включалась. Я ее продал. Очень грустная история. Но, в общем-то, теперь у меня будет новая DS FAT. Хоть и в плохом китайском корпусе, да. Ну, ладно. Так, что ж. Во-первых, я включил консоль. Я ее закрыл. И она перешла в режим ожидания. То есть, эта функция не сломалась. Спасибо большое. Короче, здесь у нас все обычное. Все, как у любой Nintendo DS. То есть, экраны довольно плохого качества. Ну, в том смысле, что на них надо светить, чтобы что-то на них увидеть. Поэтому здесь подсветка, грубо говоря, передняя. То есть, она так и называется Front Light. Передняя подсветка. То есть, ее можно отключить таким образом. И если вы направите на экраны солнца, вы все прекрасно увидите. Если включить подсветку обратно, то в темноте можно будет видеть экраны гораздо лучше. В принципе, экраны у DS FAT сносные. Лучше, чем у первого Game Boy Advance без модификаций. Так что жить можно. Но это уже не особенность консоли с Алиэкспресса. Это особенность любой DS FAT. Так что, здесь претензий моих не будет, разумеется. Именно к этой версии. Так, зайдем в настройки. Ну, здесь все как обычно, в общем-то. У меня был на канале полноценный обзор Nintendo DS. Он довольно длинный получился. Возможно, немножко затянутый. Но, если хотите, можете зайти и посмотреть. Ссылку я оставлю. Что ж, я пробовал уже калибровать экран. И, собственно, сенсорный экран здесь работает очень хорошо. Потому что после калибрации никаких проблем нет. Да и до калибрации, кстати, проблем не было. Я просто на всякий случай это сделал. То есть, вы можете видеть, что сейчас вот все кнопочки четко нажимаются. То есть, все, калибровка проведена. Confirm. Готово. Что ж, предлагаю попробовать вставить игры в эту консоль. И посмотреть, можем ли мы за эти деньги играть хотя бы. Давайте. Начнем. А почему бы не начать, кстати, с Game Boy Advance. Потому что я в плане DS. Я пользуюсь своими DSi. То есть, DSi обычная. DSi XL. Я их очень люблю. Это топовые, как я считаю, модели Nintendo DS. Но у них нет ГБА слота. И многие из-за этого их чморят. Так что, так что. Вот у такой вот бандурины, у DS FAT. Есть преимущество над теми, казалось бы, более совершенными моделями. Кстати, у DS Lite оно тоже есть. Но этой консоли у меня пока нет. Ну и ладно. В общем, давайте посмотрим. Возьму свой элитный стилус, который тоже когда-то заказывал с Алиэкспресса. Он, конечно, больше для больших двухэкранок подходит. Ну и ладно. В общем-то, вы можете видеть, что картридж для ГБА уже чувствуется. То есть, определяется консолью. И мы можем запустить игру. Ой, громко. Громко. Кстати, с динамиками все очень хорошо. Потому что они не шипят, по крайней мере, сильно. Они шипят не больше, чем должны. Они громкие. То есть, вот это максимальная громкость. И, по-моему, это довольно сильно. Так что к динамикам претензий нет. Еще они, разумеется, равномерно работают. То есть, громкость слева и справа одинаковая. Так что, все хорошо. Я подозреваю, что использовались динамики от оригинальной DS. Что ж, у нас есть рабочий слот ГБА. И, по-моему, это отлично. Давайте попробуем вставить мой флеш-картридж. И посмотреть, конечно, самое главное. Игры для DS. Так, вставляется нормально. Запускаем. Так, определился. Это хорошо. И давайте посмотрим, что у меня тут есть. Во-первых, я играю сейчас активно в профессоров Лейтонов. У меня их тут довольно много. Когда-нибудь я вам, кстати, расскажу об этих играх в рамках демонстрации. Так что, не переживайте. Ну, давайте посмотрим, например, Yoshi's Island DS. Динамичная такая игра. Как раз можно проверить и два экрана, и все кнопки, в общем-то. Ну, в общем, как вы видите, все работает. Бросание яиц на кнопку R, в том числе. Полет. Вот эта вот фишка этой игры с возможностью менять, скроллить между экранами. Йоши. Все, все круто. И мне очень нравятся кнопки, кстати. Они действительно очень приятны. Побоюсь на самом деле этого сказать, но, по-моему, приятнее, чем были в оригинале. В оригинале они были пожестче, если не помягче. Возможно, это связано с тем, что они уже были хорошенько так разработаны предыдущим владельцем до восстановки на Алиэкспрессе. Но не вижу в этом ничего особо страшного, потому что нажимаются действительно приятно. Итак, за 3000 рублей мы получили полностью рабочую Nintendo DS с довольно приятными кнопками, с ужасным корпусом. Он реально не очень, ну, потому что какие-то щели. Качество пластика такое себе. Ну, в оригинале было явно лучше. Но рабочая, рабочая. То есть, можно брать, чтобы ознакомиться с Nintendo DS. В принципе, учитывая, что она самая дешевая, это неплохое предложение. Было бы, если бы не Авито, на котором DS в оригинальном корпусе, в хорошем состоянии, не продавались бы от 3000 рублей. Вот тогда бы это было действительно топовое предложение. А сейчас я не могу вам рекомендовать такую авантюру, какую провернул я. Ну, потому что, как бы, а смысл? Так что, думайте сами. Я бы, конечно, взял все-таки консоль в оригинальном корпусе, потому что она поприятнее. Но эксперимент, я считаю, удавшимся. То есть, я понял, я все для себя понял, что, в принципе, это не то, чтобы того стоит. Но, если у вас есть купоны и промокоды, то это, наверное, того стоит. Вот такой вот мой вердикт. Дальше думайте сами. Ну, собственно, все. Я считаю, что это видео можно заканчивать. Я рассказал здесь все, что мог. Если хотите увидеть полноценный обзор консоли, опять же, заходите в описание. Там я оставил ссылку на мой обзор. Ну, что же, а на этом пока все. Всем спасибо большое, что смотрели. Всем удачи, до новых встреч и пока. Продолжение следует...